Украинские ударные морские дроны «Магура-5» атаковали корабли российского флота во временно оккупированном Крыму. В результате повреждено 4 судна, 2 из них уничтожены. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, это скоростные транспортно-десантные катера КС-701 «Тунец». Потому что украинские силы обороны системно и методично наращивают боевой потенциал морских ударных дронов «Камикадзе», которые используются для нанесения ударов по военным кораблям российского Черноморского флота, которые еще не спрятались. Те процессы, которые происходят сейчас в акватории Черного моря, они будут и далее продолжены. Издание «Зай Телеграф» опубликовало статью с красноречивым заголовком «Российский флот стал посмешищем» о рекордном уничтожении Черноморского флота России. Ударами по военным объектам страны-агрессора во временно оккупированном Крыму силы обороны Украины лишают противника решающих позиций для ведения боевых действий, уверены эксперты. Украина делает Крым непригодным для российских войск, лишив Россию возможности использовать территорию для ведения войны. Россиянам негде спрятать свои штабы, материально-техническое обеспечение, авиацию, военно-морские объекты на этом полуострове, который по размеру такой же, как американский штат Массачусетс. Бен Ходжес, бывший командующий силами США в Европе в соцсети X. В июле 2023 года ракетный корвет ВМФ России «Циклон» вошел в состав Черноморского флота. А уже через 10 месяцев ВСУ потопили этот корабль класса «Каракурт» в бухте, временно оккупированного Россией Севастополя. Спутниковые снимки подтверждают, «Циклон» лежит на морском дне. Недостроенный корвет «Аскольт» и еще одно судно класса «Каракурт» украинская армия поразила в ноябре 2023 года. Тогда ВСУ ударили ракетами по судостроительному заводу в Керчи. Российское военно-морское руководство должно быть обеспокоено будущим Черноморского флота. Ведь Украина выводит из строя российские боевые корабли быстрее, чем Россия может построить новые или усилить их кораблями из других региональных флотов. Из публикации издания «Форбс». Удары морских дронов и украинских ракет серьезно ограничивают возможности российской армии, считают эксперты. В том числе реализовывают десантные операции. Противник несет серьезные потери. Уже сейчас он имеет весьма-весьма серьезные проблемы с организацией системы противовоздушной и противоракетной обороны. В связи с тем, что мы повыбивали не только ряд пусковых установок, комплексов С-300 и С-400, мы частично уничтожили именно систему радиотехнического наблюдения, а также некоторые космические системы, которые находятся вблизи Епатории и вблизи Алушты. Фактически, не имея собственного надводного флота, Украина смогла уничтожить или повредить около трех десятков кораблей Черноморского флота России. Их общая стоимость превышает 4 миллиарда долларов.